Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях врачи филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Карина Чернышева, дерматолог, и Анна Денисова, хирург-онколог. Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что такое меланома и как с ней бороться, и нужно ли это делать. Карина? Да, Мария, спасибо, что пригласили нас. Тема достаточно актуальная на данный момент. Вообще на нашем теле имеется очень много всевозможных новообразований, как доброкачественных, так и, естественно, злокачественных. Ну, в большей степени они доброкачественные. Так вот, меланома относится к злокачественным опухолям, которая состоит из меланоцитов. Это клетки, которые располагаются в эпидермисе. В свою очередь, меланоциты продуцируют меланин. Меланин отвечает за защиту от ультрафиолетовых лучей и пигментацию. Фактором риска относятся как раз-таки чрезмерные ультрафиолетовые излучения. То есть тот же самый солярий, тоже как провоцирующий фактор. Чрезмерное нахождение на солнце. То есть обычно пациенты приходят после лета, после инсоляции к нам, потому что появляется новое новообразование, ну и с целью диагностики. Также к факторам риска относятся, если у кого-то из родственников генетический фактор. Были моменты с меланомой, сталкивались с онкологическими заболеваниями. Тоже следует быть насторожным. Частая травматизация новообразований также может перейти, перерасти в злокачественную опухоль. То есть смысл идет в том, что идет пролиферация клеток. То есть идет быстрый рост новообразования. Поэтому очень важно на самом деле за этим следить. Сейчас на данный момент заболевание молодеет. То есть наблюдаются пациенты от 30 лет и старше. Даже до 60. Более, как бы даже больше в пожилом возрасте. Болеют чаще, страдают, вернее, данным заболеванием чаще женщины. Потому что, естественно, мы больше любим солнце. Нам не хватает этого витамина. И просто немногие понимают всю серьезность данного заболевания. Всю серьезность и опасность, о которой нам сейчас расскажет Анна. Так чем же так опасна меланома? Меланома является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей. Ее часто называют непредсказуемой. Она может рецидивировать. Также меланома метастазирует гематогенным и лимфогенным путем. Что это значит? Это говорит о том, что она может распространяться по всему организму через кровь или лимфу. И таким образом создаются новые очаги. Но уже не только на поверхности кожи. Но и в практически любых внутренних органах. Также еще одной особенностью меланома является то, что в организме она вызывает довольно слабый иммунный ответ. Либо не вызывает его вообще. И это также способствует ее довольно быстрому развитию. То есть, наверное, самые внимательные пациенты, которые очень внимательно относятся к своей коже, к своему внешнему виду при первых признаках, если они считают, что это появилось меланома или что-то на коже появилось. Или что-то исчезло. Каков алгоритм действий? Что им нужно делать? Естественно, если вдруг пациент заметил, что появилось новообразование, которого раньше не было, или старый невус, какой-то уже имеющийся давно родинка, начала перерождаться, как-то меняться в размере, в цвете. То есть, становиться больше, либо края ее стали неровные, либо потемнели края, либо что-то. То, естественно, нужно сразу обратиться к дерматологу. Как проходит клинический исследование? Как выявляется меланома? При осмотре, естественно, сначала сбора анамнеза. Было ли образование до этого? Изменялось ли оно как-то за последние несколько месяцев? Ну, а затем уже идет метод основной – это дерматоскопия. Заключается в том, что это как микроскоп, который многократно увеличивает невус. То есть, на ранних этапах уже можно рассмотреть злокачественное ли образование. То есть, есть признаки. Вся эта диагностическая база в госпитале имеется? То есть, насколько это быстрая процедура, насколько это точная процедура? Процедура дерматоскопии проходит очень быстро, безболезненно для пациента. Наносится иммерсионное масло на родинку, на невус, на новообразование. И уже непосредственно микроскопически врач смотрит, наблюдает образование. Какие родинки на коже должны вызывать опасения? Родинки, которые появились за последние несколько месяцев, недель. Родинки, которые часто травмируются, кровоточат, которые не заживают. Это тоже повод. Родинки, которые стали трансформироваться, например, после инсоляции. Или появилось что-то новое. То есть, это уже повод обратиться. Это уже повод обратиться к специалисту, не откладывать. И лучше лишний раз получить отрицательное исследование. То есть, неподтвержденное. Анна, с чего начинается лечение меланомы, если таковое обнаружено, установлено у пациента, диагностировано у хирургов-онкологов? Лечение всегда начинается с операции. Если у нас есть полная убежденность в том, что у пациента меланома, то ему предлагается хирургическое вмешательство в объеме широкого сечения опухоли. Что под этим подразумевается? В данном случае мы имеем в виду то, что вместе с самим новообразованием будет удаляться участок мягких тканей вокруг этой опухоли и в глубину. Если же, видя перед собой новообразование, у нас нет абсолютной убежденности в том, что это действительно меланома, то тогда выполняется биопсия. Образование также удаляется, но уже мы иссякаем его в пределах здоровых тканей. То есть отступаем небольшое расстояние от краев опухоли. Далее оно отправляется на гистологическое исследование. И если наши патологоанатомы нам подтверждают, что это действительно меланома, то пациенту выполняется вторая операция. Ее объем будет заключаться в том, что иссякается зона послеоперационного рубца, также в совокупности с окружающими этот рубец мягкими тканями. И уже здесь, в зависимости от того, насколько меланома прорастала, по данным морфологов, от этого будет зависеть, сколько мягких тканей вокруг рубца мы будем удалять. Здесь логично будет сказать, что чем больше глубина поражения кожи, тем и больше площадь иссечения мягких тканей вокруг ранее удаленной опухоли. Насколько быстро восстанавливаются пациенты после подобных оперативных вмешательств? Здесь ряд факторов может влиять. Но, как правило, это довольно-таки быстро. И в течение недели мы выписываем уже пациентов на амбулаторное лечение. Опять же, если не требуется какое-то еще дополнительное лечение. Карина, кто входит в группу риска? Кто в первую очередь подвержен возникновению меланомы? Да, к группе риска относятся люди с фототипом первым и вторым. Всего шесть фототипов. Логично, что первый и второй – это светлокожие. Те, у кого светлая кожа, те, у кого веснушки, светлые волосы, русы. То есть у них мало меланоцитов, этих клеточек, поэтому они не загорают, они обгорают. Для кожи это большой стресс. Ожог – это всегда стресс и в дальнейшем формирование нехороших образований. Поэтому первый и второй фототип – это точно. То есть вот это те самые люди. Анна, есть ли такие пациенты, которые пытаются самостоятельно в домашних условиях побороться с меланомой или с нежелательной родинкой на своем теле? Ну, конечно, мы с этим сталкиваемся, но ввиду того, что просветительская работа с населением сейчас растет, это довольно нечасто бывает. Хотя нужно отметить, что в борьбе с новообразованиями в домашних условиях, как правило, наверное, лидируют у нас чистотел, мазевые повязки, сливомиколью, йод. Бывают, конечно, и более казуистические случаи, но, как правило, они единичны. Так что, уважаемые пациенты, этого делать не нужно. А почему это не нужно делать? Чем это опасно? Чем вообще, в принципе, опасно лечение и такая игра с меланомой в домашних условиях? Играя с меланомой, мы теряем время. То время, которое пациент мог бы потратить на свое лечение. Уже здесь неоднократно было сказано, что меланома опухоль агрессивная, развивается она очень быстро. И, к сожалению, иногда, занимаясь подобными вариациями самолечения, мы упускаем тот самый момент, когда для пациента все могло ограничиться ранней стадией заболевания. Карина, если все-таки пациент старается избежать всяческие операции, возможно ли помочь ему лазером или другими методами? Лазер ни в коем случае нельзя применять при данном заболевании, потому что мы можем просто на недостаточную глубину проникнуть и удалить не все новообразование. То есть может остаться какая-то часть. Такой родинки не будет, но фактически она будет внутри прорасти и стать еще более агрессивной. Да, просто смысл в том, что родинки – это, грубо говоря, как айсберг. То есть мы наружно видим какую-то часть, но сама родинка растет вовнутрь. И если она, не дай бог, злокачественная, то прорастая в толщу кожи, то есть эти клеточки, можно сказать, отрываются, и по лимфе, по крови разносятся дальше по организму, идут метастазы. Поэтому ни в коем случае нельзя удалять ни в домашних условиях, ни лазерным методом, только оперативное лечение. К сожалению, мы сталкиваемся с такими случаями, когда к нам приходят пациенты, у которых при рентгенографии легких бывает обнаружена какая-либо опухоль в легком, либо же находят образование в печени. И потом, после тщательного обследования, мы верифицируем, что это есть меланома. Но на коже мы не можем увидеть какого-либо образования, даже подозрительного на меланому. И в результате тщательного сбора анамнеза иногда выясняется, что в жизни пациента был такой эпизод, когда на приеме у косметолога ему было удалено новообразование, которое не отправлялось ни на какое гистологическое исследование. И далее он отправился в свою обычную жизнь, даже не подозревая, что вот таким образом он расстался с злокачественным новообразованием. Поэтому, безусловно, здесь и диагноз уже выставляется как метастаза меланомы из первичного невыявленного очага. К сожалению, это уже четвертая стадия, и прогноз здесь неблагоприятный. Анна, для того, чтобы определить стадию заболевания, какие еще необходимо провести исследования? Ну, во-первых, как уже было сказано, первой инстанцией для нас являются наши патоморфологи, которые говорят нам о глубине прорастания опухоли. Второе, мы должны дать оценку состоянию регионарных лимфоуслов. Здесь делается и УЗИ, при необходимости выполняется и цитологическое, и гистологическое исследование. И, конечно же, для оценки степени поражения внутренних органов и исключения или же подтверждения наличия отдаленных метастазов Выполняется как УЗИ органов брюшной полости, малого таза, так и их КТ. При необходимости делается МРТ головного мозга, рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки. В ряде случаев необходимо даже выполнение ПЭТ-КТ. Бывает ли, что помимо операции требуется еще какое-то дополнительное лечение? Бывает. Это зависит от того, насколько далеко шагнуло заболевание в настоящий момент применять иммунотерапию. Единственный вопрос в отношении нее сейчас довольно-таки спорный. Интерферон он рекомендован, но доказательная база его, она все-таки не всегда коррелирует с теми нежелательными последствиями, которыми может вызвать его применение. И как новое веяние, да, на сегодня в лечении меланомы, это биологическое лечение, это таргетная терапия, непосредственно воздействие в цель, в мишень. Но опять же оно применимо не на ранних стадиях заболевания. На ранних стадиях заболевания, если пациент вовремя обратился, мы можем ограничиться всего лишь операцией. Если мы говорим все-таки про запущенные истории, про позднюю стадию развития заболевания, есть ли шанс у таких пациентов? Каким бы ни был коварным диагноз, болезнь может быть сильнее жизни. И второе отделение это знает точно, потому что, невзирая на неутешительные прогнозы, наши пациенты продолжают получать лечение в борьбе за каждый новый день своей жизни. Так что, даже если диагностирована четвертая стадия заболевания, и шансов на исцеление, конечно же, у пациента нет, все наши дальнейшие действия будут направлены исключительно на продление его жизни и на улучшение качества этой жизни. Карина, как все-таки снизить риск возникновения меланомы? Необходимо помнить о том, что все-таки инсоляция является основным фактором риска. Поэтому при поездках куда-то, где повышенное солнце, обязательно использовать нужно крема солнцезащиты. Даже в зимний период времени все равно нужно обязательно пользоваться. Тем особенно, тем, у кого светлая кожа. То есть, крема солнцезащитная SPF 50+, 30+. Потому что меланома, она может быть не только на коже, а и под ногтевая также, и может быть на слизистых. За этим действительно нужно очень следить. Нужно следить, а при первых сомнениях незамедлительно обратиться к специалисту. И провести дерматоскопию. Если говорить о госпитале, какие специалисты, какой арсенал оборудования в вашем распоряжении? Ну, как часто бывает, они приходят сначала ко мне на консультацию, либо просто с улицы, либо с поликлиники направляют доктора. И при осмотре, то есть, при дерматоскопии уже выявляется, если какое-то образование подозрительное, и, во-первых, во-вторых, анамнез, если образование на протяжении нескольких недель, месяцев растет или меняется, то после своего осмотра уже непосредственно, заподозрив что-то не очень хорошее, отправляю к хирургам. Во-вторых, в хирургию. Там именно хирурги-онкологи занимаются более глубоко, иссякают. И, как говорила Анна Валентиновна, отправляют на биопсию. Дальше уже ждем результат. Что бы вы пожелали нашим телезрителям в завершении программы? Уважаемые наши телезрители, я думаю, что сейчас, когда практически закончился отпускной сезон, когда вы все вернулись с дачи, с курортов, наверное, будет немаловажно подойти к зеркалу, посмотреть на себя. И если хотя бы один из наших зрителей заметит какое-то подозрительное образование на своем теле, обратится к специалисту, мне кажется, это уже будет успех нашей с вами сегодняшней беседы. И не заниматься самолечением. Обязательно. Да, уважаемые телезрители, обязательно не забывайте проводить самоосмотр. И при обнаружении новых родинок, которых не было прежде, или росте старых родинок, обязательно обращайтесь к врачу-дерматологу, чтобы провести дерматоскопию и жить спокойно. Спасибо вам за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова